Здравствуйте, новости Москва-Баку. Сегодня президент Азербайджана Эльхам Алиев принял участие в церемонии открытия платной автомобильной дороги Баку-Губам государственная граница с Россией. Новая дорога станет альтернативной существующей одноименной бесплатной автомагистрали. Протяженность платной дороги до российской границы составляет 129 километров и имеет четыре полосы движения. Открытие новой дороги позволит разгрузить бесплатную, а также сократит время в пути до места назначения. Кроме того, новая дорога послужит увеличению объема грузоперевозок в нефтяном секторе, так как автомагистраль является частью международного транспортного коридора Север-Юг. По мнению экспертов, новая платная дорога также послужит развитию туризма в регионе. Тарифный совет Азербайджана уже установил стоимость проезда по платной трассе. Стоимость полного маршрута составит 12 монатов. Это почти 700 рублей по текущему курсу. Для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн. Для грузовых автомобилей свыше данного объема 25 монатов. Это примерно 1400 рублей. Для автобусов стоимость полного маршрута составит 10 монатов. Это примерно 560 рублей. Президент Азербайджана Эльхам Алиев подтвердил заинтересованность в скорейшем подписании мирного договора с Арменией. Об этом глава государства заявил, принимая сегодня в Баку заместителя помощника госсекретаря США Джошуа Хака. Алиев еще раз озвучил намерения страны относительно региональной мирной повестки. Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, продолжение переговоров по мирному договору. В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно процесса обеспечения мира и стабильности в регионе, нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. Ранее 17 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте, заявил, что готов подписать мирный договор с Баку чуть ли не до конца этого года. Также Пашинян заявил о желании скорейшего открытия всех транспортных коммуникаций в регионе. Однако, по мнению экспертов, подобные заявления главы армянского правительства – не что иное, как игра на публику. И армянская страна даже после проведения Азербайджаном 19-20 сентября антитеррористических мероприятий продолжает гнуть свою линию и не спешит подписывать с Баку мирный договор. Сбежавший от азербайджанского правосудия последний так называемый президент распущенной сепаратистской Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян, находясь в Ереване, выступил с громкими заявлениями. Напомним, что Шахраманян 28 сентября подписал указ о распуске до 1 января 2024 года всех государственных учреждений сепаратистского образования и прекращение существования так называемой Нагорно-Карабахской республики. В этой связи накануне в среду 19 октября сепаратистские власти приняли решение о прекращении выплат зарплат карабахским чиновникам и другим бюджетникам, переехавшим из Карабаха в Армению. Сегодня с утра оставшиеся без зарплат люди устроили акцию протеста у здания так называемого представительства сепаратистов в Ереване с требованием отменить решение. Группа протестующих, несмотря на попытки правоохранителей их остановить, прорвалась в здание, где находился глава сепаратистов Самвел Шахраманян. В итоге Шахраманян решил выйти из здания к протестующим. Глава сепаратистов, по всей видимости, взятый врасплох, не нашел ничего лучшего, как выступить с абсурдным заявлением, чтобы успокоить протестующих. Шахраманян заявил, что сепаратистский Карабах не ликвидирован и что, цитирую, ни один документ не может распустить созданное народом государство. Глава сепаратистов попытался что-то объяснить, дескать, многое назвучивать он не может, поскольку в этом случае могут возникнуть проблемы. Шахраманян предложил негодующим участникам акции протеста встретиться с ним на следующей неделе. Однако те не согласились. Ситуация стала еще больше накаляться, и в адрес главы сепаратистов полетели оскорбления. По всей видимости, нервы у Шахраманяна не выдержали, и он пригрозил одному из обидчиков разбить голову, после чего повернулся и снова укрылся в здании. Разъяренные участники акции снова прорвались в здание. В итоге Шахраманян согласился принять группу из них. На переговорах граждане подняли вопросы зарплаты обеспечения их работой. После встречи глава сепаратистов снова вышел к остальным протестующим и заявил, что цитирую. В меру своих полномочий он ответил на поднятые вопросы. При этом Шахраманян снова повторил, что не хотел бы озвучивать некоторые темы, поскольку это чревато последствиями. Шахраманян призвал не идти на провокации и заверил, что будет решать вопросы по мере возможности. Но ряду протестующих заверений все равно не хватило, и они перекрыли улицу у правительства сепаратистов. Между перекрывшими дорогу и представителями администрации главы сепаратистов произошла потасовка. В ситуацию вмешался сам глава аппарата так называемой администрации президента сепаратистов Карен Шахраманян, но протестующие избили его. Сегодня же появилась информация, что глава карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян, после того, как ему неизвестным образом удалось сбежать из Карабаха в Армению, длительное время добивался встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, но тот его игнорирует. Стоит добавить, что Азербайджан после окончания антитеррористических мероприятий 20 сентября и объявления сепаратистами о самороспуске и прекращении существования самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики задержал 8 ключевых фигур сепаратистского режима, в том числе так называемых бывших президентов НКР, но некоторым каким-то образом удалось сбежать в Армению. Как заявили в Генпрокуратуре Азербайджана, всего в розыск объявлены свыше 300 армянских сепаратистов, обвиняемых в совершении тяжких преступлений. Российские миротворцы накануне выставили в Карабахском регионе Азербайджана 10 постов для обеспечения безопасности движения по дорогам, а в этом сообщили в Министерстве обороны России. Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено 10 постов, в том числе 5 совместно с азербайджанской стороной. В Минобороны России добавили, что всего с 19 сентября свернуты 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскиране, Агдере, а также в Хаджавенском и Шушинском районах. Отмечается, что миротворцы также участвуют в работе по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов в Карабахе. Между тем, в Карабахе продолжают находить схроны оружия сепаратистов. Так, во время осмотра территорий в Карабахском регионе Азербайджана саперы обнаружили склады со значительным количеством мин различного назначения несамодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом. Об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджанской республики. Выяснилось, что часть мин в обнаруженных складах произведена в Армении в 2021 году, то есть после окончания Второй Карабахской войны. Напомним, что после проведенных вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября в Карабахе антитеррористических мероприятий была достигнута договоренность о том, что незаконные армянские формирования сдают имеющееся у них оружие и военную технику. Также из региона выводятся вооруженные силы Армении. В администрации президента Азербайджана по итогам процедуры сдачи сепаратистами вооружения заявили, что процесс показал высокую степень милитаризации данной части Карабаха. Причем сепаратисты и Армения занимались накачиванием ее оружием после окончания Второй Карабахской войны и подписания российским, азербайджанским и армянским лидерами трехстороннего заявления. Кстати, один из пунктов заявления подразумевал вывод незаконных вооруженных армянских формирований из региона еще в 2020 году. Армянская страна не только этого не сделала, но и напротив интенсивно вооружала сепаратистов. Раскрыты новые подробности шокирующего убийства пасынка музыканта Стаса Намина, его сына и тещи в коттедже в подмосковной деревне Крюково. Обвиняемый в убийстве пасынок музыканта Роман Микоян в рамках следственного эксперимента рассказал и показал следователям и криминалистам, как совершал преступление. Видеокадры с места убийства опубликовала пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. По словам подозреваемого, между ним и бабушкой Прасковьей произошла перепалка. В какой-то момент мужчина схватился за нож с ручкой из оленевого копыта, замахнулся им и нанес 2-3 удара по женщине. У нас произошла небольшая, ну, 40-перепалка. Я замахнулся и нанес удар по дворе. Можете описать примерно, как нож выглядит? Это нож, ну, он выглядит как обычный нож. Единственное, у него ручка – это оленья нога, ну, оленья копыта. Сколько примерно ударов они нанесли? 2-3. После Микоян рассказал, как убивал брата Артема. Шокирован, потому что я хотел ему рассказать, что я сделал. Мы прошли сюда, он захотел зайти в дом, я сказал, что давай сначала попуним. Я выхватил нож и нанес удар. Сможете продемонстрировать на манекене, как это происходит? Да. Продемонстрировать на манекене, как вы носили в зале ножа. Так, вот. Как сообщил источник российского телеканала, поздним вечером 18 октября в коттедж, где произошло убийство, приехала мать подозреваемого и убитого им брата. Сначала она обнаружила убитым на крыльце младшего сына Артема. Пройдя в дом, бывшая жена Стаса Намина также увидела лежащим на полу сына Романа. Еще в одной комнате она нашла убитой свою мать. По версии СМИ, через несколько минут Роман попросил уйти ее в комнату, а сам в это время позвонил в полицию. По словам источника, 20 лет назад Роман проходил лечение у психиатра после неудачной попытки свести счеты с жизнью. При этом на учете в психоневрологическом диспансере он не состоит. Также есть версия, что парень совершил преступление под действием наркотиков. Напомним, что тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки, 84-летний Просковьем, были обнаружены в ночь на 19 октября в загородном коттедже в подмосковной деревне Крюково. Роман Микоян сознался в содеянном. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ему предъявлено обвинение. Вскоре суд должен избрать фигуранту меру пресечения. В качестве причин расправы называются две версии – имущественный спор и критика подозреваемого со стороны родственников. Еще больше информации читайте на нашем сайте и в Телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео.